Привет, с вами Каска. В этом видео вы узнаете, как слегка повысить FPS в Remnant 2, а также избавиться от лагов и фризов. Настройки в этой игре буквально 3 копейки, но какие-то параметры всё-таки мне дали плюс 15 кадров. Оптимизация в Remnant 2 тоже хреновая. Бедная моя 3060 Ti в 2К разрешении на ультрах 30 FPS. Включая всеми любимый DLSS, который я ненавижу всей душой, получаем около 60-90 FPS. Для многих это решение, конечно, но какое-то сомнительное. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем Escape, настройки, и нас интересует самая первая вкладка, изображение. Режим экрана, ставим полный экран, разрешение, пас отношению к твоему монитору. Но если у тебя Monique 2К и видюшка слабенькая, допустим 2060, 2070, 3060, по сути, тоже можно считать слабенькой, можно понизить разрешение до 1920 на 1080. Если у тебя монитор наоборот, Full HD и видеокарта тоже слабенькая, можешь поставить легендарное разрешение, которое, в принципе, скрипя зубами, но можно поиграть. 1280 на 720, размытие в движении, я лично отключаю, вертикалку тоже отключаю. Частота кадров, лочу под герцовку своего монитора. Повышенное разрешение, ну без него в этой игре никак не поиграть. Моя 3060 Ti уже вообще не справляется, если поставить графику на ультра, в моем случае около 32 фпс, это в 2К разрешение. Поставить Full HD будет около 50, но все равно это не то. Поэтому в любом случае, как бы я не любил DLSS, как бы я к нему плохо не относился, DLSS либо FSR, в этой игре да, придется его включать обязательно. И даже на качество не всегда справляется, особенно в каких-то замесах. В городе, в принципе, где-то бегаешь, у меня 60-70 фпс, это если DLSS качество. Но если какой-то замесик будет с боссом особенно, то никаких 60 фпс мы и не увидим. Поэтому ставим либо баланс, либо производительность, но лучше поставить пока на баланс. Это для 3060 Ti и те, кто играет в 2К разрешение. Если видеокарта у вас слабее и у вас 2К монитор, ставим производительность. Если же мы будем понижать разрешение, допустим до Full HD, у нас и так будут пиксели, то лучше поставить хотя бы на баланс, чтобы более-менее можно было поиграть. Иначе, ну, такое себе. Ну и по настройкам графики у нас здесь не густо. Даже в самом конфиге, который находится в апдате. Поэтому все, что мы можем сделать, это чуть-чуть увеличить фпс. В моем случае я нашел баланс неплохой картинки, она практически не меняется. Но фпс на где-то 15-18 кадров повышается. Качество теней низкое, постобработка высокая, растительность высокая, эффекты низкое и просмотр качества расстояния ультра. Поле зрения. В моем случае на фпс никак не влияет, кроме если поставить на 1.5. Тогда фпс на 5 кадров вырастет. Ну, играть я не знаю. Получается какой-то фишай. Минимизация задержки ввода. На фпс в моем случае никак не влияет, поэтому можно спокойненько включать. Но, снова же, смотрите по своей системе. По настройкам получается как-то так. Для слабых систем, конечно же, ставим все на самое низкое. Тут, ну, без вариантов. Даже не помогает Nvidia Inspector. Я его бедного и так, и сяк, по-разному пытался настроить. Но кадров максимум получается на 5 больше. И ту, в этом случае, картинка становится, ну, прям, супер ужасная. В общем, оптимизация хреновая, прям супер хреновая. Это, по-моему, первая игра, где, играя в 2К без DLSS на ультрах, у меня менее чем 55 фпс. Получается как-то так. Так, после этого мы сохраняем настройки и переходим на рабочий стол. Для дальнейшей, небольшой оптимизации нашей системы. Может быть, хоть чутка, но получится. Не то, что повысить фпс, но хотя бы избавиться от фризов. Почему бы не попробовать? В любом случае, бэкап делаем. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но, без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте, с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 3 папки. Приложение MSI Mod. И схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Открываем схема питания команда. Если у вас уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаем этот пункт. Если же нет, мы копируем команду. Нажимаем pkm, копировать, pkm на пуск, Windows PowerShell Administrator, да, Ctrl+, V и Enter. Закрываем, закрываем. Открываем ярлык схема питания, показать доп. схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. Если игра у вас в Steam, открывайте Steam, библиотека. Представим, что это у нас Remnant. Нажимаем pkm, свойства, установленные файлы и нажимаем обзор. В моем случае игра куплена за красавские рубли, поэтому находим ярлык на рабочем столе, нажимаем pkm и расположение файла. Здесь нам нужно найти приложение Remnant 2 Win64 Shipping. Нажимаем pkm, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее изменить параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ok, применить и ok. Теперь мы копируем путь к самому приложению, нажимаем pkm, копировать, закрываем папку, возвращаемся к нашему архиву и открываем ярлык аппаратное ускорение. Здесь нас интересуют настройки производительности графики. Нажимаем обзор, вставляем наш скопированный путь и Remnant 2 Win64 Shipping, добавить, параметры и ставим галочку на высокая производительность. Если ваша система поддерживает аппаратное ускорение, тогда можете его включить. После всех этих настроек не забудьте сделать перезагрузку своей системы. Нажимаем pkm на пуск, диспетчер устройств, системное устройство, опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем pkm и отключить устройство. Нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, настройки, создание клипов. Если вдруг у вас стоит галочка на записывать в фоновом режиме, мы ее обязательно отключаем. Далее нажимаем просто закрыть и закрыть. Теперь нам нужно сделать быстренькую настройку и небольшую оптимизацию нашей видеокарты. Для этого открываем наш архив, настройка видеокарты. Здесь у нас есть три папки для разных видеокарт. AMD, Intel и NVIDIA. Насчет Intel я не знаю, типа что вы в этой игре забыли. Но допустим, начнем с NVIDIA. Первый подпункт, драйвера. Залетаем на сайт, выбираем нашу систему, нашу видеокарту и качаем последнюю версию видеодрайвера. После этого делаем установку, перезагружаем нашу систему и открываем NVIDIA драйвер сеттингс. Далее делаем так, как указано на картинках. Все подробно расписано. Если у нас видеокарта от AMD, открываем AMD Radeon. То же самое, первый подпункт. Залетаем на сайт, только уже качаем последнюю, но рекомендованную версию видеодрайвера. Далее делаем установку, только minimal install. Перезагружаем систему и открываем AMD драйвер сеттингс. То же самое, все делаем, как указано на картиночках. Ну и Intel для тех, кто хочет рискнуть. Здесь есть две картиночки, можете настроить. В нашем архиве находим папку очистка, delete them files. Выделяем все файлы, нажимаем shift, delete и да. Ставим галочку, продолжить. Все, что у нас не удаляется, мы нажимаем отмена. Возвращаемся назад, backspace, то есть нажимаем. Далее, delete them files. Выделяем все файлы. Shift, delete, да, enter и так далее. И открываем диск, clean up. Выбираем диск C, окей. Очистить системные файлы. Снова выбираем диск C. Здесь мы везде ставим галочки и нажимаем окей. Открываем MSI mode. Нажимаем pkm. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И приоритет мы выбираем high. И нажимаем apply. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем папку бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть сразу бэкапчики. Допустим, вы сделали активацию, но забыли сделать бэкап. Можем с помощью двух кликов все это вернуть взад. Далее есть для рукастых. Красиво расписал. Либо если хотите сделать более грамотно, заходим в картинках. У нас есть экспорт. Экспортируем. Пишем любое имя и далее, если нужно будет вернуть, открываем импорт и импортируем. То есть, по сути, тоже ничего сложного нет. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PGM слияние, GameDVR 2 PGM и слияние. Если вдруг у вас нет слияния, нажимаем два раза LKM, либо через Enter. То есть, запускаем как обычное приложение. Отзывчивая систему PGM слияние, сетевой трофен PGM слияние. И системный приоритет тоже PGM и слияние. Где слияние? Ага, вот. И слияние. В нашем архиве открываем Xbox GameBar. Сам Xbox мы, конечно же, отключаем. Переходим на игровой режим, мы его оставляем включенным. Записи. Все, что здесь будет указано, все остальное на самое минимальное значение. Если вы сделали активацию файлов реестра, то у вас будет после перезагрузки системы примерно так же самое, как и у меня. Далее переходим на главное, конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Отключаем все фоновые приложения, как это делаю я, либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем. Такие как Xbox, Xbox GameBar, калькулятор, камера, карты, все это можно в принципе спокойно отключать. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.